С вами канал Азбука Радиосхем и сегодня наш главный подопытный это TL431 регулируемый стабилизатор. На нем я уже снял не одно видео, скорее всего уже больше пяти, если кому интересно будет, посмотрите. Сегодня мы поговорим о том, как на нем можно сделать регулируемый стабилизатор тока. О том, как сделать регулируемый стабилизатор напряжения, я уже рассказывал, а сегодня разберемся, как сделать стабилизатор тока. Вот он у меня собран, я его специально прикрыл для того, чтобы было более интересно. Конечно, я потом все открою, покажу схему. Сначала мы посмотрим, как он работает и вот его блок-схема. Итак, у нас есть регулируемый блок питания, в котором напряжение регулируется от 1 вольт до 20 почти. И вот эта плата, где расположены наши детали по определенной схеме, включая наш TL431. Выходит регулятор тока. Вот он. Два провода и в разрыв цепи включен вот этот прибор, который включен в режиме измерения тока. Вот эти два вывода, красный и синий, это плюс и минус, которые выходят с нашей этой платы. В разрыве прибор, вот он подключен. Итак, чтобы понять, что такое стабилизатор тока, давайте проведем такой эксперимент. У меня два подопытных светодиода, кто помнит, какие токи у светодиодов такого формата. Ну, как правило, ну, как правило, до 20 мА. Для этого... А, вот еще один приборчик. Здесь показывают наши напряжения, которые приходят с регулируемого блока питания. Сейчас стоит по максимуму 18 вольт. Я его уменьшу. Ну, пускай 3 вольта. 3 вольта стоит на вот этом нашем источнике напряжения. Что я буду делать? Я замыкаю вот эти наши два выходных щупа. И по вот этому прибору выставляю ток, который мне нужен для питания светодиода. Я могу выставить и более большие токи, и более маленькие. Но мне нужно, чтобы ток был не более 20 мА. Ну, допустим, 15, почти 16 мА тока. Я выставил. Это при напряжении входном 3 вольта. Давайте посмотрим, сколько у меня сейчас на выходе. Это вот этот прибор. На выходе у нас 2,824. Это на выходе, из нашего под вопросом модуля. Вот здесь получается 2,8 вольта. И я начинаю добавлять напряжение, которое приходит с блока питания. Я выставляю 10, получилось 9,9. Ладно. Ну, я выставил 10 вольт. И сейчас подключу к нему светодиод. Да, давайте померяем, сколько же здесь напряжения на выходе после нашего амперметра. Потому что, как вы знаете, на амперметре тоже теряется напряжение. Схема закрыта. Итак, 9,05. Это на выходе на вот этих вот двух щупах. И давайте я возьму какой-нибудь светодиод. Пускай это будет красный, минус подключаю и плюс. И что у нас показывает наш прибор тока? Это 15,9 мА. Те, которые я выставил. Давайте я замкну накоротко. Вот они 15,9 мА. Это замыкание выхода. Наш светодиод не светится. И вот я взял, подключил к светодиоду. Те же самые 15,9 мА. Давайте я возьму другой светодиод на другое напряжение. Так же само минус, плюс. Светодиод более высоковольтный. Но на приборе те же 15,9 мА. Давайте я подниму входное напряжение. С 9 до 18,7 мА. Почти 19 вольт. Опять подключаю светодиод. И опять те же самые 15,9 мА. Ну, 16 мА получилось. Наш ток застабилизирован. Давайте я последовательно два светодиода включу. Светятся два светодиода. И наш ток те же 16 мА. Получается хоть один светодиод, хоть два, хоть три. Все равно будет застабилизированный ток 16 мА. Какой бы я ток этим регулятором не выставлен, мы всегда будем его получать на выходе. А теперь давайте посмотрим на саму схему, которая здесь спрятана. Вот эта схема. Давайте я ее разверну немного. Итак, вот наш стабилитрон TL431. Это усилительный транзистор. От его мощности зависит тот, который ток, которым мы можем управлять. И вот сама схема. Схема также довольно простая. Пока мы не берем сложные схемы. Схемы очень простые. Вот наш стабилитрон TL431. Вот наш транзистор. Резистор, который стоит в цепи питания стабилитрона. Он ограничивает также ток. Также здесь стоит резистор. Вот он внизу более мощный. Я поставил на 10 Ом. И регулируемый резистор, которым мы управляем наш выходной ток. Напряжение здесь сейчас не стабилизируется. Мы можем напряжение регулировать нашим входным источником питания, какое нам нужно. И здесь только застабилизируется ток. Допустим, хоть пускай будет 20 вольт. Ток у нас те же будет, которые мы выставили 16 миллиампер там. Или пускай ампер мы выставим. Какое мы нужно выставим. Такой и будет здесь ток. И потом в зависимости от нагрузки. Вот формула, по которой можно рассчитать вот этот резистор. И это мы считаем максимальный ток, который можно получить из этой схемы. При том, что я поставил 10 Ом. В РФ, это у нас у этого стабилитрона, как вы помните, 2,5 вольта. 2,5 разделить на 10. Получается, у меня можно максимальный ток получить из этой схемы 250 миллиампер. Это при вот этом резисторе. Второй резистор, он уже плавно может только уменьшать ток. Ну, конечно, чтобы сделать более мощную схему с более мощными токами, здесь нужно подобрать сам транзистор по току. И также два этих сопротивления, которые участвуют также в ограничении тока. Если вам будет интересно более подробно узнать, как работает эта схема, пишите. Я ее соберу в каком-нибудь из симуляторов. Также проведу анализ этой схемы. Посмотрим на ее графике, как все работает, какая деталь за что отвечает. Также поговорим о том, где реально можно применить схемы стабилизаторов тока, потому что они используются реже, чем стабилизаторы напряжения. Хотя им тоже можно найти ряд интересных применений. Надеюсь, всем понятно, как работает эта схема. А также надеюсь, что это видео кому-то пригодится. Видео понравилось, поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. И не забывайте заходить на мой телеграм-канал. А на этом всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok